Хочу сказать сейчас немножко про здоровое питание. Когда-то я заморочилась этим здоровым питанием. Но в принципе у меня была причина. У меня нашли повышенный холестерин. Я перестала покупать красное мясо, готовить его и есть. И, конечно, добавила упражнения, гимнастику такую подвижную. И у меня холестерин понизился. Но с тех пор я как-то отвыкла от этого мяса, вот именно от красного. И мне даже вот оно пахнет противно сейчас. Не вернулась я к мясу. Но курицу, рыбу и индюшку я ем. Было одно время, когда я перестала есть и индюшку, и рыбу, и курицу. Где-то примерно год. И у меня понизились лейкоциты низкие стали, иммунитет. Вот. Мне пришлось вернуться к этому. Ну, я через себя, конечно, уже отвыкаешь от еды. И оно пахнет не так, и все. Но это я вернула. Но красное мясо нет. Вот. И лейкоциты у меня встали на место. Ну, в общем, я сейчас вот сидела и думала обо всем этом в Макдональдс. Сейчас давно уже его хают. И вот там прям жуть чего, какая антиреклама была одно время против него. И даже сделали ролик и показывали его везде. Прям его. Он крутился, как там двое, по-моему, что ли, парней. Этот взяли Биг Мак из Макдональдса и положили его там чуть ли не на три года. И он лежал, он даже не замаховел, не испортился. В общем, ничего. И что там такое вредное, ужасное питание и так далее. Вот. Ну, если включить мозги, вот если подумать о том, что, что такое реклама в наше время. Она очень давит на мозги, особенно на молодых, да и на нас тоже. Вот уже вроде в возрасте. Рекламу посмотришь, что-то это влияет все. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то показал, где-то увидел. Ну, все это, конечно, откладывается где-то. Если ты вник, если поверил, то все, ты попал, кстати. Короче, попал, как кур ващи, ващип. Вот. И что вот с Макдональдсом? Если бы вот эти вот гамбургеры, там все, что там продают в Макдональдсе, они были такие вредные, то половина человечества уже бы загнулась давно. Но, однако же, он не перестает существовать, он только развивается. У нас уже стали деливери делать, доставку на дом из Макдональдса. Вот. И масса народу ходит. Пусть не все, но очень многие ходят, питаются в Макдональдсе. Ну, как питаются, как можно сказать, питаются. Не каждый же день туда ходят. Ну, не знаю, может и есть такие, конечно. Вот. Дети маленькие. Сейчас вот сидела, наблюдала за ребеночком. Он прямо вот... Ему картошечку мама дает там, я не знаю, будет есть или нет ребенку. Он аж весь трусится за этой картошечкой. Вот. Это же вкусно. И, ну, как бы тут вот, как говорится, там булки, белый хлеб, там кому-то плохо, там туда-сюда. И все это люди толстеют там от чего-то. Да люди толстеют, скорее всего, от неподвижного образа жизни. Вот. Если человек подвижный, если он не просто подвижный, если он еще там занимается бегом, лыжами, там, я не знаю, чем прыгает, бегает, спортом. Спорт это одно, но даже хотя бы элементарная физкультура должна присутствовать у каждого. Вот. Дети сидят. Дети сейчас много сидят. Они сидят в девайсах во всех этих... Их не оторвать. Это просто наркотик, интернет-девайсы и все такое прочее. Вот. Раньше, мне кажется, не было такой массы тучных людей. Почему? Потому что не было информации такой. Все бежали на улицу. Мы же бегали на улице. Мы носились целыми днями из школы и на улицу. Уроки поделала на улицу. Сейчас все дети сидят дома. Дома и... Ну, не все, конечно, но, наверное, большая часть. Оттуда и вес. А то, что от питания... Питание надо смотреть самим. В общем, я по себе. Что я о себе могу сказать. Так вот у меня было, что у меня... Я лейкоциты на этом дня понизились. Потом они повысились. И именно потому, что я поменяла питание. Вот. И... Я начала включать мозги. И отсеяла все эти... Смотреть эти все фильмы, эти все видео об этом питании. Я сначала смотрела вовнутрь себя. И просто начала наблюдать за собой, за своим организмом. В принципе, я... Это у меня не сейчас. Это я давно этим занимаюсь. То есть я за то, чтобы... Ну, как бы прислушиваться к своему организму. Что он хочет или не хочет. Ну, и некоторые правила, конечно, я применяю. Такие, как... Как? Если хочется есть, попей воды. Сначала. Вот. Очень часто действительно, когда кажется, что ты хочешь есть, оказывается, ты хочешь просто пить. И на какое-то время ты просто забываешь о еде, когда попьешь воды. Вот для меня это работает. Потом... Я утром встаю, пью воду. И... То есть, когда не пьешь воду... Было у меня такое время. Я очень долго не пила вообще воду. Чай там, кофе. И все. Но когда ты приучаешь организму к воде, он просит воды. Чистой воды. Но это действительно... Это вот реально, что вода нужна человеку, да? Вот. Приучаешь себя к воде, и воды хочется. Значит, утром я стою, пью воду сначала. Потом там что-то погуляю туда-сюда. Потом только завтрак. Завтрак. Если я поем какую-то сладкую, допустим, кашу, сладкий какой-то бутерброд, как я раньше делала, буквально через два часа, там, да даже раньше, мне хочется поесть опять. Если я поела какой-то плотный завтрак, допустим, ну, обычно у меня там рыба, овощи, там, или гречка, овощи, или там гречка не сладкая, я имею в виду. Ну, в общем, что-то такое вот прям плотно покушала. Все, я полдня, сыта, довольна, меня не тянет ни кисладости, меня не тянет ни на что такое, чтобы опять поесть, ну и так далее. И потом мне понравилась такая система, вот о ней говорят много в последнее время, опять же, я слушаю, да, но вот она мне подошла. То есть, и раньше, в общем, я заметила то, что когда ты поешь сладкое вот это вот с утра, там, что-то вот сладкое, да, и хочется такое мягкое, сладкое вроде как. Вот, и когда ты поешь, ты, у меня без конца, у меня рот не закрывается целый день, с утра до вечера, и что-то мне хочется, и вот какое-то удовлетворение вроде как получить, рот вроде свой успокоить. То есть, вот все время ты хочешь что-то вот заживать. Если ты плотно позавтракал, значит, я вот помню, у меня отец так ел, он утром уходил на работу физическую, да, и он плотно кушал. Он кушал, он кушал, он ел вечером ужин такой, и ужин оставался на утро, и он его ел там каталеты, там, все такое плотное. Вот, и я поняла, что у меня тоже это работает. То есть, если я поела плотно, плодненько утром, без сладостей, без всяких сладостей потом, даже если мне захочется какой-то сладкий бутербург с кофе после, но после вот этого завтрака, там через час-полтора, то мне это вот так хватает, просто вот на полный день практически. И в обед, если я там что-то попила, еще там, ну, какой-то слабый перекус, и я ем потом в обед, после обеда в 3 часа. С 3 часов начинаю, с 4 могу, с 5 могу, 3, 4, 5, на завтра до 5, 12 часов, с 5 до 5, 12 часов, и плюс 9, значит, и плюс 4, получается 9 утра. И вот эта система 16 часов не есть, и 8 есть. Очень классно, ну, для меня она подходит. Я почувствовала себя легко, я начала какие-то килограммы даже терять. Тьфу, не сглазим бы, а то давно не могу что-то немножко от себя, как бы, чтобы ушло немного, ну, у меня немножко вес перебирает. Вот, и вот это вот очень хорошо работает, и мне очень это понравилось. А вот насчет рекламы я тоже, вот это вот просто, это неправильно, это мы поддаемся, везде бизнес, везде на нас делают деньги, везде, на всем буквально, ну, главное, что делать хорошую рекламу, чтобы человек заплатил деньги за это. Поэтому нужно прислушиваться, я считаю, к своему организму, и есть то, что хочется твоему организму, ну, как бы, и какие-то правила для себя отработать, ну, может быть, с уклоном на питание, да. Вот, ну, может, жареного поменьше, там, что-то еще. Но вот так фанатеть, что там, ой, там не ем ни мяса, ни молоко, не пью ничего, ничего, это вот чисто реклама, и человек поддался, зафанател, короче, вот. А нужно просто продумать, прочувствовать свой организм, может быть, какое-то время даже ничего не смотреть, ничего, чтобы на тебя ничего не влияло. Я знаю, что влияет, мне молодая девушка одна рассказывала, говорит, на меня очень влияет реклама, а была очень полненькая, не могла никак похудеть, англичанка. Вот, и она говорит, реклама для меня просто вот, очень такая я впечатлительная, вот, поэтому вот так вот. Вот такой мой ответ, меня спрашивали о моем питании, что я вот там питалась так раньше, как сейчас. Ну, вот так вот сейчас.